Добрый день Виктория, коллеги и наши прекрасные соплеменники. Игорь Алексеевич, начнем сегодня с горячей темы. Это у нас выборы, Надеждина, можно сказать, забанили, не пустили. Что у нас происходит там? Какие у нас варианты? Вот я знаю, что иски подавали люди, что типа нельзя двойнику выбираться. Как вообще, что происходит у нас в стране? Я тогда вот на этот вопрос, кто приходил с исками, а пришли женщины. И мое к ним отношение, причем они два дня ходили по разным официальным инстанциям, пытаясь подать иски или заявления по поводу чего? По поводу того, что у президента Путина есть двойники. Как минимум разные лица, разные пропорции лица. И как это может быть? Причем, а кто эти женщины? Эта женщина, вот с моей точки зрения, герои. Приехали с разных регионов России, с Дальнего Востока, красивые, с прекрасной речью, смелые, любящие отечество. Кстати, вот в годы страшной инфекции, 20-21 год, они были первыми, кто массово восстал против мракобесия власти. И лидер там, Алина Лушарина, изящная маленькая женщина, но по характеру комиссар. И мы тогда активно сотрудничали, даже создали независимую ассоциацию врачей. И вот цель их нынешнего визита, это обратиться в высшие государственные органы с вопросом перед выборами. Можно ли выбирать человека, в частности Путина, у которого есть двойники? Или есть подозрения на наличие заболевания? А они не знают так вопрос, что вообще Путин это или нет? Может быть нужно поставить вопрос, чтобы сдавали анализ крови на ДНК? Вот они примерно так вопросы ставят. Плюс там много очень они представляли моих материалов. Я дважды выступал у них на конференциях. И они показывают мои данные, фотоданные о том, что у Путина есть большая вероятность опасного инфекционного заболевания, проказы. И вот тогда как бы звучит, если отжать воду, следующее. У человека, который претендует стать президентом, много разных лиц. И это бывает либо при двойниках, либо при наличии болезни, которая меняет лицо и ушные раковины. Игорь Алексеевич, а может быть и двойники, и болезнь? Конечно, может. Я совершенно не отрицаю этой версии. Но тогда потребуется следующий вопрос. Вообще, мы уже с вами убедились, насколько важно определенные философские познания и необходимость логического мышления. А логика – это доказательство какой-то позиции, исходя из реальных фактов и закономерности связи между этими факторами. Итак, если мы говорим, что там и двойники, и болезнь, болезнь отрицать невозможно. И двойники тоже, вероятно, могут быть. Но тогда потребуется уточнить. А кто болен? Двойник или президент? Ну зачем же двойнику? Это нелогично. Двойнику быть больным. Вот, отлично. Вик, вот тогда элементарный логический анализ говорит, да нет смысла двойника заражать опасной болезнью, потому что он перезаразит тогда всех. Вывод. Значит, болен, вероятно, президент. Хотя не исключены и другие варианты. Дальше. Если я предполагаю, что там болезнь, а об этом я говорю уже с 2010 года. Ну, на меня не обращают внимания, говорят, вот сумасшедший профессор всем ставит лепру, но я врач. Поэтому, если я вижу, я должен делать правильные врачебные выводы. И вот если логика моя справедлива, то тогда сейчас возникает юридическая вилка. Вот очень-очень сложный вопрос. Если я не прав, и Путин здоров, то мне светит уголовная статья 128, пункт 1. Клевета. Что это такое? Читаю. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. А пункт 4. Это сведение, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. И срок до 4 лет. Игорь Алексеевич, либо фейк, да, и у вас тогда заберут имущество. Да, либо фейк. Ну, конечно, это не 19 лет, но и не полгода домашней изоляции. Но, тем не менее, 4 года в моем состоянии, ну, это уже многовато. Это первая развилка. Теперь вторая. А если же я прав, и президент болен, то уголовный кодекс светит его врачам. Кому конкретно? Логично предположить, кто всем там управляет, это начальник главного медицинского управления. А какая статья? Статья 237, пункт 1. Читаю. Сокрытие или искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, наказываются вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. А если те же деяния совершены лицом, занимающим государственную должность, а куда еще более государственная, как начальник главного медицинского управления, то здесь срок до 5 лет. И вот тогда вот эта вилка. Либо мне 4 года, либо ему 5 лет. И здесь уже шутки в сторону. Вопрос очень серьезный. Причем, кто из нас прав, он или я, нужно как можно быстро, до президентских выборов. Вот как раз женщины и приехали. Представляете, если на самом деле выберем двойника или больного. И вот свою доказательную базу я собирал 20 лет, а это еще с заболевания Ющенко в 2004 году. Я тогда предсказал, что вот будет то, что сейчас происходит. И вот свою доказательную базу я собрал и изложил в монографию, которая вот только-только она вышла. И, Виктория, я сброшу ее с тем, чтобы можно было всем познакомиться с фактическим материалом. Монография называется так. Вип-пандемия-лепры. Уроки для спецслужб. Почему для спецслужб? В том числе, потому что проворонили вот тот процесс, о котором мы сейчас с вами говорим, и который подробно изложен в монографии. И в монографии, дорогие мои, точно не фейки. Я сам просмотрел, наверное, сотни метров Ютуб-записи, чтобы найти доказательные факты. Затем их сканировал, и никто это не подстасовывал. Но вы представляете, чем я рискую? Это же можно элементарно перепроверить. И вот сейчас я покажу на 100% несколько картинок из этой монографии, чтобы точно сказать, что начальник главного медицинского управления, разумеется, надавив на врачей, я так предполагаю, могу ошибиться, сказал, что Путин здоров. И вот я сейчас на фотографиях, на изображениях реальной жизни президентской покажу, что он болен. Вот первая картинка. Вы как-то ее показывали, но я еще вернусь. Посмотрите, огромный шрам на шее, а это событие конца 2019 года. Что это? Следующая картинка. Это рваная рана. Так режут не ножом и не хирурги. Значит, что-то внезапно случилось, и рядом оказался человек, а внезапно, наверное, отек горта, неудушье. И в школах еще, в институтах нас учат. Что под рукой оказалось, сделать разрез с тем, чтобы можно было человеку дышать. Но мы подробные передачи по этой теме с вами делали, поэтому да, вы сейчас кратенько так напомните людям. Да. А подробно вот возьмете в монографию, увидите. Дальше. Следующая операция была в 2017, вернее, первая была операция. В 2017 мы тогда точно так же ношли шрам, но тогда было аккуратно, и не было послания федеральному собранию. А вот посмотрите следующую картинку. Это уже Пасха. Вот 23-й год. Огромный шрам. К чему я это привожу? Теперь возвращаюсь к начальнику главного медицинского управления. Вы проворонили. Посмотрите, как можно относиться к президенту, к первому лицу государства, если одна операция, вторая операция, третья операция, и вы что, хотите сказать, что он здоровый? И еще что, это вот к разбору обстоятельств. Когда появились мои первые на эту тему публикации, они ввели в состав врачей дерматовенеролога. Зачем? Вероятно, поверили мне и приступили к лечению какой-то инфекции, относящейся к категории дерматологических. Или вот посмотрите картинка. В 2013 год. Я ее не показывал, недавно нашел. В 2013 год. На лбу. Смотрите, какие-то вздутые тяжи. Что это такое? Это воспаление стволов тройничного нерва. А лепра как раз поражает строму нервов, нервной ткани. И они вздываются. Посмотрите, коричневые пятна под глазами. Маленькие лепромы. А вот еще фотография. На лице лепромы точно так же рядом фотография больного ребенка. Поэтому вероятность того, что это лепра, очень высока. Тем более, что перед этим, с 2004 года, заболел Ющенко. И Путин неоднократно с ним встречался. Я тогда предупреждал. Быть аккуратным. Не послушались. И вот еще что интересно. Это опять к начальнику главного медицинского управления. Что нужно было сделать? Срочно провести стационарное лечение. Положить президента в лепрозорий или в изолированное помещение. И пролечить стационарно. А они вместо этого сделали что? Приставили к нему человека-реаниматолога. Ну да. Который постоянно бегает с черным чемоданчиком. Разумеется, не один человек, а разные люди. Для того, чтобы вдруг, если что случится, оказать ему помощь. И вот свежие данные. Я сейчас их раньше не показывал. Смотрите. Магадан. Путин в оранжереи. Разговаривает за оранжереей. И вдалеке стоит молодой человек. Полчаса стоит внимательно рассматривая растущие растения. Что он там делает? Оранжерея охраняется. Каждую мышку проверили. Значит, опасность того, что внезапно случится отек. И на лице у Путина, когда он в официальном представлении, там, конечно, грим, нужное освещение. А вот здесь освещение попало контрастное. И у него справа на щеке и на лице и на лбу те же тяжелепрозные. Или еще что. Через несколько дней он был в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И там решали хозяйственные вопросы. Вот опять посмотрите. Маленькое помещение среди всех своих. ФСО двумя-тремя кругами ходит, охраняя вход. И рядом с ним стоит человек крупного телосложения и не спускает глаз президента. Значит, острое состояние и в любую секунду он может упасть, так как это случилось в предыдущих случаях, которых я показывал. Вывод. Это болезнь. Что сейчас тогда надо делать? Игорь Алексеевич, а может быть стоит Кабаеву обследовать, и мы тогда будем знать, правда это или не правда? Вика, Кабаеву это еще мне очередной, еще очередные 4 года, но там нужно будет доказывать. А здесь это совершенно очевидно. Ну там попроще, наверное, анализы какие-то проверить. Так вот анализы никто не делает. Еще что удивительно, я сейчас мельком об этом, но тоже, я думаю, есть смысл упомянуть. Посмотрите, при поступлении на работу все государственные служащие сдают анализы, медицинские анализы. Но не все, а там нужно, что ты не состоишь в психдиспансере, в кожей диспансере, а здесь подают заявки кандидаты в президенты и ни одной медицинской справки. Но это безобразие. Как так? Посмотрите, берут с улицы человека, а он болен. Поэтому необходимо срочно, вот у меня сейчас претензии к Элле Панфиловой, вообще выборы оказались неподготовлены с эпидемиологических позиций. И не исключено, что их нужно временно приостановить и перенести срок. Почему? А потому что вот как разобраться, он болен или не болен? Для этого нужно заслушать меня и моих оппонентов. Более того, ввести закон, федеральный закон о контроле над здоровьем государственных лидеров. Этого закона у нас нет. Президент, когда заболеет в процессе своей работы, нет механизма отстранения его от должности. То же самое было у Ющенко. И говоря, что самое главное, проверять их психическое состояние. Так, это, Вика, это не шутка, вот такая фраза Белька, это очень серьезно. В наше время чрезвычайно важно быть уверенным, что президент или кандидаты в президенты имеют нормальное психическое и физическое здоровье. И вот здесь супер щекотливое тело, потому что могут на них договорить. И вот здесь требуется собрать нас, врачей, чтобы мы выработали механизм объективного контроля, когда и клевета отпадает. А если болен, тогда действительно ставится диагноз и принимаются соответствующие управленческие решения. Игорь Алексеевич, а в 70 лет человек может быть здоровым полностью? Полностью нездоров уже владенец. Какая-то потертость, где-то что-то. И вот я как раз занимаюсь этими вопросами соотношения здоровья и болезни. И вывод такой. Все и больны, и здоровы. Речь идет о количестве здоровья. И той зоны, которая поражена. Так вот, в данный момент необходимо сейчас срочно проинформировать Панфилову. Итак, вот что алгоритм действий. Завтра мы с юристами обсуждаем, как и на кого подать иск по статье 237. Сокрытие опасного заболевания. Ну, это не шутка. Это действительно уголовное преступление. Кстати, у нас и в Конституции написано, что нужен соответствующий закон, наказывающий за то, если того, кто скрывает опасное заболевание среди руководства. Второе. Проинформировать Панфилову Элу о сложности эпидемической ситуации. Дальше. Перенести Государственной Думе выборы на срок до приведения профилактических обследований среди кандидатов. Потому что по закону эпидемическому тот, кто контактировал с больным, он подлежит обязательному обследованию. Поэтому все кандидаты, которые подали заявление, необходимо их обследовать на предмет отсутствия. А методы сейчас существуют. Очень простые. И достаточно точные. Дальше. Но если честно, то мы не дети, и выборы пройдут срок, и победит Путин. А это ящик Пандоры. Вот они не знают наверху, с чем они шутят. И вот прошедшие те два года стоили миллионов жизней. Из общего числа умерших от этого заболевания, это точная цифра, почти точная, 75% умерли от нутрибольничного сепсиса, который был сделан вот этими непрофессионалами, озамнившего себя о том, что они разбираются во всем. И точно так же здесь. Вот если будет избран президент при том наборе болезней, а я это представляю в документе, и готов, и обязательно нужно будет нам в суде, может быть, двойной иск и на них, и на моих оппонентов, и на меня, для того, чтобы разобраться, ящик Пандоры открывается, из которого сейчас посыпется масса негативных вещей. А именно, Медведев, он больной, и я показываю. У него те же симптомы, но не в полной мере, но характеризующие его как больного лепрой. Помните, полгода его не было, потом он появился, материалы подробно я представляю. Дальше. У Лукашенко корсет сзади, и рядом с ним бегает человек с черным чемоданчиком. А еще что? Ну, это моя догадка, просто непонятно. А где начальник генерального штаба Герасимова? Его уже нет более месяца. Смерть не подтверждает ни та сторона, ни другая сторона. И затем, если бы погиб человек такого уровня, это же какие должны быть похороны, с какой честью. И не может быть, что вот так, как собаку, где-то так держали в морге месяц с лишним. Это преступно и недостойно. А что тогда? Вот я боюсь, что лицо изменилось настолько сильно, как было у Медведева, что его приступили к лечению. И в течение двух-трех месяцев можно восстановить, если лечение будет эффективным, можно восстановить лицо. И тогда показать, придумать что-нибудь. Я к чему говорю? Вот он, ящик Пандоры. Игорь Алексеевич, а Кадыров у нас здоров? Нет? Вот опять данных точных нет. Да, вопрос, почему скрывают бездари, извините, во власти, бездари в плане эпидемиологии? Они думают, что это шуточки. И вот сейчас идет... А, тогда, Вик, вот я сейчас тогда следующая мысль, я ее выскажу, хотя не хотел о ней говорить. Но, я думаю, есть смысл. Итак, вот только что прошел большой очередной форум в Давосе, который проводил ШВАП. И там одной из тем, не сильно педалируемых, была опасность новой инфекции Х. Пандемии новой инфекции Х. Хай ее надо называть. Стоп, стоп. А, ну да. Причем два варианта. Вот сейчас я говорю то, что было и случилось, и никто это не обсуждает широко. Они сказали, что одна инфекция может быть та, которая появится и неизвестна, а вторая инфекция, слушайтесь, это та, которая уже существует, и она идет. И химия идет, и никто ее не видит. Так вот, это как раз и есть то, что ШВАП намекнул посвященным, ну и тем, кто разбирается в этих вопросах. Так вот она как раз и идет, это по... С 2010 года, причем, это я ввел понятие в монографии, биокамикадзе. Вот сейчас новый механизм поражения, нанесения сокрушительных ударов по центрам принятия решений противника. Нужно заразить биокамикадзе, запустить его в контакт с высшим руководством, и высшее руководство начинает принимать ошибочные решения, исходя из того, что оно больно. И вот получается тогда, если мы не поймем... Я вот вам, я сейчас дополнительно покажу вот несколько фотографий. Посмотрите, вот Путин встречается на одном из совещаний, рядом сидит Эмир Катара. И Путин кашляет, даже вот видно, он не может остановиться. И Эмир Катара с уделением смотрит на него, на соседнего, сидящего рядом президента великой страны, который, посмотрите, он постоянно кашляет. А что это такое? А это еправатозный ларингит. И вот рядом с Катаром сотни тысяч роятся микобактерий Ханзена. Вот он, мудрость Шваба, вот сейчас запустить процесс пандемический. А кто виноват на этом этапе? Тогда был Ющенко, а здесь кто виноват? Президент России. А вот следующая картинка. Путин выезжает в Иран встречаться с лидерами. А лицо это не Путина. Это вздутое лицо какой-то китаец. Да нет, это Путин. Просто в состоянии обострения. Вот опять директору, начальнику главного медицинского управления. Вы почему позволили выезжать человеку в состоянии обострения на международные встречи? Это же он заражает. Вот он, ящик Пандоры. Страшно. И еще что? В таком состоянии, а там же то лечение, которое принимают, оно влияет сильно на психику. Формируется апокалиптическое состояние. Помните фраза? Мы в рай, и они все сдохнут. Имеется в виду атомная война. Но, кстати, мы же разбирались с вами, где рай. Рай на земле. Поэтому, если будет атомная война, то рай тоже самое попадет под бомбы. И все тогда просто сдохнут. Но! А вот уже теперь мудрость, хитрость золотого миллиарда. Как им сократить численность 7 миллиардов? Допустим, до 3. Где они 1, а 2 миллиарда их обслуживают. Так вот, мне страшно думать, что такой шваб коварный, вот сейчас, происходящие военные конфликты с Украиной, нам нельзя проиграть. Категорически нельзя. А сможем ли мы выиграть без атомного оружия, я очень сомневаюсь. И вот тогда мы бьем тактическим ядерным оружием, нам отвечают стратегической армиейной ракетой, мы на них 10 ракет. И в результате через 3-4 дня миллиардов 4 человек будет уничтожено. И вот тогда, а золотой миллиард, они уже все нарыли, вот насколько я читаю, богоубежище, все уже сделаны. Включая у нас Уральские горы. И вот тогда получится мечта шваба и золотого миллиарда. Нашими руками мы ополовинем человечество, разумеется, в той половине нас не будет. Вот это все, что реально сейчас происходит и требует актуальнейшего обсуждения. Теперь возвращаюсь к выводу, нужно срочно остановить выборную кампанию, списав все на болезнь. И это будет логично и понятно, и никаких претензий к политического характера. Для того, чтобы разобраться и принять правильные решения. Будьте трезвыми и мудрыми, дорогие мои. Спасибо, Игорь Алексеевич. Но кто же отдаст власть просто так? Вика, болезнь. Вот Всевышний, он, наверное, я уже говорил, он видит и радуется, что наконец-то на каком, на одном из каналов приступили к обсуждению Царства Божия на земле. Он нам поможет. И вот то, что сейчас, ну, я не хочу каркать, но при таком интенсивном процессе развития болезни, человек может вот серьезно заболеть. И нам нужно готовиться. Вот теперь задача от нас. И вот я возвращаюсь к нашим прекрасным девушкам, женщинам. У них есть тоже общественная организация. Очень мощная, очень интересная. Я неоднократно выступал на конференциях. И вот давайте, было бы неплохо, наверное, пригласить Алину сюда, чтобы нам вместе обсудить сейчас алгоритм строительства нового общества на тот момент, когда вдруг станет очевидным, что человек очень тяжело болит. Вот это вот обязательно нужно, потому что мы должны быть готовы к неожиданным неожиданностям. Спасибо, Игорь Алексеевич. Абсолютно правильно. Вы должны быть готовы к неожиданностям, а они, благодаря Всевышнему, нам будут предоставлены. Спасибо. Друзья, с нами был Игорь Алексеевич Гундеров. До свидания.